Всех приветствую, мои родные и любимые, и сердце моего дорогие христолюбчики, брат и сестры во Христе и все люди на земле. Всех приветствую, всем желаю всего самого доброго и светлого во всей сфере вашей жизни, чтобы все у вас было хорошо. Сегодня мне Бог положил на сердце записать это видео, хотя я сейчас все усилия кладу на запись Ветхого Завета, в принципе потихоньку он движется к завершению. Там было одно место, пересылка на обращение к Новому Завету, так скажем. Ну и все-таки Господь побудил меня не Ветхий сегодня записать, а меня часто просит. Я это конечно же сделаю. В будущем после чтения Ветхого Завета я пойду, начну записывать второй круг Нового Завета. И уже при записи, чтении записи этого круга, второго круга Нового Завета, я уже буду особо обращать внимание на тему не убийства животных, не эксплуатации их, о том, что Иисус веган и проповедовал ту заповедь, которую сам Бог сам до того, как Он явился во плоти, дал всем людям на земле о том, чтобы мы любили все Божье творение. И у меня есть плейлист, который так называется «Постоянство» от слова «Пост» «Постоянство в любви». Туда я собираю все эти видео, которые я записываю. И там уже много видео достаточно, и в свободной форме, и по-ветхому. Есть кое-что и по-новому, но по-новому достаточно мало, конечно, там так выборочно. Я когда-то говорил, как и сегодня, вот в принципе, ну хочется мне записать это видео для тех, когда там я еще до нового доберусь, может, через пару-тройку месяцев. А сегодня я его запишу, выложу. И те, кто встали на путь истины, кто идет по нему, я думаю, это видео будет полезно, подкреплением на этом пути. Ну а для тех, кто колебается или даже является противником любви ко всему Божьему творению, возможно, сегодня что-то изменит в этом человеке. Его сердце размякнет немножко, да, распашется и примет святого духа любви, который и научит его всему. Место, которое мы сегодня будем с вами рассматривать, это 15 глава Евангелия от Матфея. Естественно, есть параллельные места. Я его буду зачитывать целиком. Еще раз кратко скажу общую мысль, которую я постоянно выражаю, к ней обращаюсь, ее всем излагаю, о том, что основное извращение и искажение сущности бытия, учение Бога, пришедшего во плоти Иисуса Христа, в том, что просто вырывают стихи из контекста, вкладывают в них ложный смысл и подают эту блевотину всем, окружающим людям на земле, для того, чтобы они не обратились к истине, не покаялись и не изменили свою жизнь и не стали святыми. На сегодняшнем примере я думаю, что я, ну, тех, кто уже на этом пути крепко стоит и идет даже в сторону совершенства, в проповеди этого добра, этой святости, о любви ко всему Божьему творению, это видео будет, я говорю, подкрепляющим, таким вдохновляющим, убеждающим в правоте нашего пути, да, тех, кто им идет, как я уже сказал, о тех, кто, может быть, ну, где-то колеблется, да, я говорю, может быть, подвинет действительно к святости, хотя бы к желанию избрать святость и убедит в том, что вот ту мысль, которую я постоянно выражаю, ее тоже как бы подкрепит, да, о том, что все извращения, это на вырванных стихах из контекста, я об этом говорю и, в принципе, эту, так скажем, причину ставлю всегда на первое место, реально на первое место. И, казалось бы, то учение, которое Бог принес на землю явно, не только с небес, когда Он говорил еще первому человеку, казалось бы, то учение, которое должно спасти человека, привести его в совершенство, в богоподобие, многие этим учением, к сожалению, закалываются, идут не туда, обманываются, да, и место действительно стяжания Святого Духа, святости, любви, теряют и даже то, что думают, иметь, как говорил сам Господь. Вот этот, я сразу озвучу вначале, да, известное место, которое трупояды, ненавистники Божьего творения приводят в пример и в аргумент того, что Бог, сам Иисус Христос, придя на землю, Бог, который от начала говорил, что все творение Его любило друг друга, этот же Бог, якобы явившись во плоти, не просто разрешает, а еще и повелевает убивать все свое творение, пожирать друг друга. Какие стихи они приводят в пример? Слушайте и разумейте. Ну, допустим, Матфея 15.10. Не то, что входит в уста, скверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека. Я вот неправильно с точки зрения блогерства свой ролик поставил, надо было сразу озвучить эти стихи. Кто знает, вот именно эти стихи, они дубляжом идут, это все один и тот же эпизод. Ниже они повторятся. Еще раз, сейчас вы поймете, почему они повторятся. Мы с вами сегодня весь эпизод, кто действительно интересуется и сможет досмотреть это видео до конца, я говорю, я убежден, не останется прежним. И убедиться в том, что причина всех этих искажений именно вырывание стихов из контекста, невидение, слепоты вот этой куриной, невидение вообще, что в Евангелии нам Иисус все время пытается донести. Эта фраза еще раз он повторит своим ученикам, прям тут же, да. Еще ли не понимаете, неужели вы еще не разумеете, это уже 16 стих, что все входящее уста проходит в чрево, извергается вон. А исходящее из уст и сердца исходит, это скверняет человека, ибо из сердца человека злые помыслы исходят, убийство, прелюбодеяние, любодеяние, кража, лжеседейство, хуление, это скверняет человека, а есть неумытыми руками, не скверняет человека. То есть вот эти стихи мы сегодня с вами опровернем, которые очень часто трупояды приводят в аргумент того, что Иисус проповедовал нелюбовь к его творению, которую он сам всему дает и дыхание, и жизнь, и свободу, и радость, и этот же Бог, да, повелевает пожирать друг друга. Конечно же, это ложь. Поэтому сегодня мы с вами рассматриваем целиком этот эпизод. Все места, которые касаются поста в христианстве, веганства в христианстве, я собираю на отдельной своей странице, на своем авторском христианском сайте христолюб.ру, вот ссылка у вас тут вот, нет, вот тут вот на экране. Там она называется, как вы видите, пост в христианстве, чтобы не свои какие-то комментарии не вставлять в общих текстах. У меня вся Библия тоже целиком есть на канале, как вы видите, в особом формате, с изображением, с выделенными и заглавными речами тех людей, которые говорят, да, и речи у меня всегда выделены, речь Господа и Бога всегда выделена таким оранжевым, солнечным, так скажем, да, огненным цветом. Речь людей обычно темно-синеньким. Всегда удобно, понятно читать и видеть все эти контексты, все эти эпизоды, в чем мы сегодня убедимся. Поэтому читаем мы, естественно. Проверить законченность я уже не буду читать до и читать после. Если вы сами можете убедиться, что этот эпизод не вырван, ну, понятно, он вырван из самого Евангелия, да, но до него происходили очередные события, после него тоже будут происходить. Но сам этот эпизод и те стихи, которые мы с вами сочетали, они находятся и запакованы, так скажем, конкретно в этом эпизоде, в котором мы сегодня будем с вами читать. И вы в этом, я убежден, в конце видео убедитесь. Ни в коем случае нельзя, я всем, мою знаменитую фразу, я думаю, уже многие знают, что Библия – это не лотерейный барабан, в который просто настругали стихи из Библии и достают оттуда, да, цитируют и вкладывают какой угодно смысл. Стихи, вырвав из контекста, вы знаете прекрасно знаменитую фразу «казнить нельзя помиловать». От одной запятой кардинально меняется значение. «Казнить нельзя помиловать» и «казнить нельзя помиловать». Точно так же это работает из Библии. Просто вырывают стихи. Вот просто вырвали эти стихи, слушайте и разумейте. Не то, что входит в уста человека, скверняет человека, но что выходит из уста скверняет человека. И все, и впихнули туда то, что Иисус был равнодушный абсолютно к тому, а то и, получается, учил, как они этого дают, тому, что все живое на земле должно пожирать друг другу, и это благо. Да, убийство – это благо, хотя мы с вами сейчас убедимся, что это не так. Поэтому читаем эти стихи. Как вы видите, как минимум, как можно читать эти стихи, если это большая речь Иисуса? Он же сказал им в ответ и, призвав народ, сказал им, да? То есть это речь Иисуса. Более того, сейчас мы увидим, что это была речь ко всему народу. Потом ученики уже наедине с Иисусом. Вы не зря видите, у меня всегда, я стараюсь какие-то более-менее говорящие картинки подобрать. Дальше ученики уже будут, как всегда, наедине со своим учителем и опять спросят его, как всегда, о том же самом, чтобы он им разъяснил то, что он сказал. Потому что они в 99%-х, когда он говорил народу, среди которых были его ученики, просто поближе к нему, по плоти находились, да? Они зачастую просто не уразумевали и не понимали, о чем он вообще говорит. И он им опять это объясняет. Вот все эти стихи и вот этот весь эпизод. Давайте внимательно его читать и разбирать. Вообще, я уже, кто меня давно смотрит, я говорил, моя миссия, я знаю, что Господь послал меня к погибшим овцам стада Христова. Именно поэтому я, конечно же, много видел роликов, которые люди к христианству не исповедующие, практически никак не относящиеся, но пытаются даже христианам через Писание что-то показать, что вот вы не правы и Бог это любовь. Но у них это слабо получается, потому что они слабо знакомы с христианством и с Писанием. Вы знаете прекрасно, что я 10 лет христианин, Библию я знаю дословно, Евангелие, Новый Завет практически наизусть, да. Знаю все контексты, вижу их, понимаю. И поэтому делюсь с христианами, хочу, чтобы действительно христиане познали истину, потому что ее, ну, так называемые христиане, псевдо-христиане, относящиеся к разным конфессиям, сектам и религиям, да, православные, католики, протестанты, и же с ними все-все-все, кто там мелкий, крупный, неважно. Так что внимательно читаем то, откуда вырывают эти стихи. Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят, давайте читать еще и сразу в современном понимании, кто это такие. Ну вот, пожалуйста, вам любые попы, пастыри, ихние, начиная от мало, кончая великим, иерархием и так далее. Хотите, возьмите сейчас и монахов, горе монахов и так далее, обычных черных головешек. Что они спрашивают Иисуса? Обратите внимание, я не раз это показывал при чтении, Иисусу задается конкретный вопрос. Зачем ученики твои приступают, то есть нарушают, то есть творят зло, то есть грешат против Бога, а приступают они что? Предания старцев. Басни старичков, бабьи басни, я называю, кто знает, свое слово тоже придумал, бредание. Зачем ученики твои приступают к преданию старцев? То есть грешат против бредания, бреда человеческого. Ибо, в чем это нарушение? Заметьте, все написано, мы просто с вами, когда меня часто укоряли в толковании, ну толковании у православных, у католиков, протестантах, это в принципе любое слово, которое если ты толкуешь, то есть если святой отец, значит он толкует, потому что он святой, он имеет право что-то говорить о писании. Если ты обычный мирянин, ты не имеешь права вообще размышлять и выражать свои мысли по поводу прочитанного. Мне в принципе на самом деле, конечно до лампочки что-нибудь там думают, хотите я и толкую, если вы настолько тук-тук откроете, то да, хотите для вас я толкую. Если вы умные люди, то я просто внимательно с вами читаю, я этим не превозношусь над вами, но я хочу показать истину. Здесь все написано, ничего толковать не надо, надо просто внимательно, внимательно, не через призмы и захваски всяких лжеучений понять, что мы читаем вообще. К Иисусу, видите, как я долго разжевываю, к Иисусу подходят книжники и фарисеи и спрашивают конкретный вопрос, зачем твои ученики грешат против бредания? Грешить против бредания это не грешить против Бога, хотя для них, для книжников и фарисеев, это одно и то же. А в чем грех состоял? Ибо, внимательно читаем каждое слово, не умывают рук своих, когда едят хлеб, не мясо, не мясо, не рыбу, не курочку, не даже мед или яйца, представляете, а хлеб. Вот, когда вам вырывают трупояды, так называемые христиане, те же самые, да, убийцы беззащитных животных, вырывают вам стихии, не то, что входят в уста, а они не хотят обратить внимание на то, что вообще-то в уста входило учеников Христовых хлеб. В Евангелии много мест, где извратили слово еда, поменяли его на слово мясо, почему-то на каком-то основании, только, ну, понятно на каком, потому что как-то учение Христа в третьем-четвертом веке, когда христианство полностью умирало, и государство его решило ассимилировать под свои нужды, да, для грешного народа, понятно, почему меняли. Но здесь мы даже пользуемся тем Евангелия, которые для всех доступны, и многие его почитают святым и безгрешным, и правдивым. Пожалуйста, я обращаю обязательно внимание на каждое слово, и призываю обратить внимание, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб. Во-первых, я, в отличие от трупоядов, не лукавлю, чтобы оправдать беззаконие. Речь вообще, и вообще весь этот эпизод сведется к тому, конечно же, что здесь речь идет вообще не о вопросе, что есть. Заметьте, обратите на это внимание. Смысл эпизода, и вообще его суть, в том, как есть. Обратите на это внимание. Грех, по мнению этих книжников и фарисеев юрсалимских, то бишь иудеев, людей, принадлежащих к иудейской религии, или секте, как хотите, грех, в котором они обвиняли учеников Христов, состоял в том, что они придумали некое предание. Расходятся мнения по поводу этого предания, потому что, я вам сразу скажу, если вы начнете разбираться в этом, вы найдете лишь гипотезу, теорию. Никто палец задирая к небу не имеет права утверждать, что он точно знает. Но считается, что в иудаизме, как бы там ни было, единственное, более-менее все эти теории, они, ну так скажем, отражают правду, да, что либо перед любым домом или в любом месте, то есть, было поверье, обычной бабьей басни, что надо вот, придя с торга там или еще откуда, ну вообще, они же всех людей считали загоями, грешниками, если ты где-то как-то общался с грешниками или даже прикасался к каким-то вещам, к которым прикасался грешник, ты ходил по одному тому же базару и тоже что-то там выбирал, что-то пробовал, да, зацепил стол, там еще, ты должен прийти, помыть руки там, да, помыться целиком, скамейки помыть там, в этом месте этого не будет, но вы помните другие места в Евангелии, эпизоды, где об этом говорится. В частности, здесь говорится о том, что да, надо как минимум хотя бы, вы помните, как тот же самый Пилат, когда выносил свой несправедливый, абсолютно ложный приговор о том, что предать Иисуса смерти, он попросил умывальницу и якобы умыв руки в воде, да, он смывает с себя грех, чего, трусости, предательства и осуждения невинного человека. Конечно же, это не так, Иисус ему прямо сказал, что да, на больше грех на тех, кто предал тебя, меня тебе, но на тебе грех точно так же остается, и он никакой обрядом в водичке, который люди придумали, люди придумали, потому что сам Пилат засвидетельствовал, что, что он сказал, я имею власть убить тебя, отдать тебя на смерть, да, или спасти тебя, ну, так раз ты имеешь то, что ты не спас, он просто струсил, да, естественно, он погрешил, но больше грех был на тех, кто, конечно же, Иисуса вообще решил на этот суд нечестиво отдать, вот именно до упора всеми средствами убить Бога, пришедшего во плоти, просто в угоду своим похотям. Здесь подобная вещь, то есть бредание иудейских старцев, еврейского народа, что придумало, что надо обязательно перед вкушением, чего, пищи, здесь обратите внимание, во-первых, нам перевели как хлеб, я тут даже соглашусь, что тут не суть важна, тут могла быть пища, и уж так трупоядок, и, кстати, мне бы в минус это было, да, как христианину, вегану, если бы здесь было слово пищи, тогда бы сюда точно втюхали все что угодно, но я справедливо и трезво и открыто читаю эти места и сам свидетельствую, что поймите, и вы же это видите, вопрос в этом эпизоде не стоит, что есть, вопрос, как есть, что грех, в котором обвиняют учеников, конечно, не в том, что они едят, а в том, как они едят, это очень важно, но при этом, пожалуйста, теми переводами, которыми мы пользуемся, синодальным, новым русским и любыми другими, во всех основных переводах, которые нам всем известны, это место переводится, как едят хлеб. Скажите мне, пожалуйста, я сейчас вам сказал правду, а что такое основные переводы, вот я употребил эту фразу, для кого, какой основной перевод? будет меня слушать православный, он скажет, синодальный, да, в синодальном, действительно, вот он, перед вашими глазами едят хлеб. Протестанты по-разному воспринимают, для многих, и я с ними соглашусь, новый русский перевод, а это основной, так скажем, ну, назовем его конкурент, да, синодальному переводу, во многих местах намного лучше, и когда я сказал, во всех основных переводах, это в каких? в принципе, я просто сам далеко не все читал в оригинале, я некоторые стихи сравниваю, да, но сказать, что я все прочитал в оригинале, во всех переводах, там, в новом русском переводе, я только вот второй круг, когда читаю, я стал читать параллельно, то есть последовательно, точно так же и в новом русском переводе, но ведь их еще очень много, перевод короля Якова, английский перевод, лютеранский, отдельный перевод, лютеранский именно, Лютера, да? Переводов полно. Я уж молчу про русских, там и Десницкого, и Безобразова, кого только нету. А вот вы знаете, я говорю, как вот, кто меня воспримет, как я, обманул вас или правду сказал? Смотря с какой стороны посмотреть. Если взять, пока я сам опираюсь лично, так как я хоть новый русский перевод считаю таким мощным, потому что синодальный перевод был переведен в России российским библейским обществом, то новый русский перевод и тем более последние его реакции были изданы, переведены и изданы чем всемирным библейским обществом МБО. Тоже неплохо. А вы знаете, что там написано? Там написано не хлеб, а еда. И казалось бы, все то, что я вам сегодня хотел сказать, может рухнуть. Потому что по синодальному я, конечно, обопрусь на это слово хлеб. И мне будет, что сказать. Поставь сюда пищу и все рухнет, то, что я хочу сказать. Так какой перевод? А кто тогда был прав вообще? А в остальных местах, где вы читаете мясо? Где вы читаете рыбу? Кому верить? Возьмите новые синодальные переводы. Новые русские синодальные переводы. В одном месте хлеб, в другом еда. Это же очень важно. Более того, одно из мест показательных, почему я сегодня хочу этот ролик записать, чтобы она утвердила вас в параллельных местах, где все касается вот за пищу, за еду. Так кто из них погрешает? Это насколько важно, если они питались хлебом или едой. Потому что в еду смысл, да, можно вложить все, что угодно. Если написано хлеб, значит это важно. А где у меня гарантия тогда, что в других местах, где все понаписали, и даже новые русские опять что-то там, может быть в новом русском где-то будет согласие с синодальным, и они тоже захотят что-то написать, где гарантия, что они оба не ошибаются. Они переводят с каких-то рукописей, которые якобы мне говорят, что они якобы третьего века, что они якобы там где-то найдены. Где гарантия? Я лишь верю во все это. Это очень важный момент. Очень важный момент. 15 глава Матфея, 2 стих, но есть параллельные места, естественно, в синоптических Евангелиях. Зачем ученики твои приступают к преданию старцев, ибо не мывают рук своих, когда едят хлеб? Ну, чтобы не быть громогласным, давайте перейдем на экзегет, на православный тот же самый сайт, и посмотрим параллельные, разные переводы этого же стиха. Ну, церковно-славянский, понятно, они близкие с синодальным, тоже написано «едят хлеб». А уже Новый Русский перевод. Кассианы безобразовых хлеб, Аверенцева хлеб. А вот, ну, кто знает, Радостная Весть, и Новый Русский, это одно и то же Радостная Весть был раньше, потом они как бы, это же одна там организация переводила. Он сейчас называется официально Новый Русский перевод. Давайте прочитаем, как они переводят. «Почему твои ученики нарушают предания наших предков, они не омывают рук перед едой». Победоносцева, ну, кто знает, опять же, Победоносцев, Безобразов, Аверенцев, все это чадо православной секты. Поэтому, понятно, они переводят как хлеб. Пожалуйста, Новый Русский перевод, в который тоже большая была группа переводчиков, очень разных, переводят как еда. Это очень важный момент. Я просто этот аргумент вообще, как разногласие, такое серьезное разногласие в переводах, говорю, что его можно применить. Даже вот мне просто просят, давай, давай, быстрее, там по Новому Завету все это запиши. Я вам даю один из ключей, который откроет вам тайны на все места подобные. Все, что написано, это все до нас дошло, неизвестно кем, неизвестно когда. Неизвестно правда ли, что написали, неизвестно кто нам все это отфильтровал, на каких соборах. Все это до нас дошло в переводах, в переписаниях и перетолкованиях. Потому что любой перевод, как вы видите, это толкование. Один решил перевести хлеб, другу еда. И пожалуйста, в еду вкладывайте все, что угодно. Трупы убитых животных, продукты молочного, животного происхождения, хлеб, все понятно. Важный момент. В этом моменте, я вам сразу скажу, с одной стороны, если бы трупояды его не вырывали и не манипулировали им, можно было бы оставить сразу, потому что я вам показываю, что речь идет не о том, что есть в этом эпизоде, а как есть. Но опять же, несмотря на то, что вот как любая моя проповедь, да, она посвящена, казалось бы, конкретному вопросу, но я затрагиваю другие темы. Я здесь не утверждаю тоже, что мы все, после этого вопроса, я типа все, этот эпизод взяли, мы откинули, я вам убедил и показал, я надеюсь, что, конечно же, вопрос и весь этот эпизод, по идее, будет рассматривать тему, как есть. Но мы не можем вычеркнуть слова Иисуса из того же самого описания, которое мы имеем, и сказать, все, тогда этот эпизод не относится. Нет, я в своей, как вы видите, проповеди уже четок не наговорил, я сказал об общей идее, об извращении, хотя, в принципе, это как бы косвенно касается. И мы не раз видели, что Иисусу задает конкретный прямой вопрос, отвечает он на него, совершенно чуть ли не по-другому, и кажется даже совсем по-другому, и порой, как будто он вообще на другую тему переключается. Давайте читать дальше. С этим разобрались, очень важно, мы все два стиха с вами прочитали. Ролик получится большой, но я люблю раскрывать темы полностью. Что же сказал Иисус им в ответ? Зачем и вы приступаете с заповедь Божью ради предания вашего? Заметьте, какую страшную вещь сделали эти люди. Они не просто исказили заповедь Божью, они просто заповедь Божью выкинули. Что значит подменить? Это значит убрать и на ее место поставить другую. Посмотрите, насколько это страшно. Вот насчет убийства Божьего творения, пожирания трупов этих убитых тел, неважно, животных и людей, доходило в историю человечества не раз до людей, еще не раз дойдет, я в этом убежден. Что делают современники? Вот такие вот проповедники ангела сатаны, проповедники смерти, они сейчас занимаются тем же самым, я поэтому все время вот это вот пытаюсь и всем показать. Все то же самое делают, абсолютно. Мы сегодня с вами это увидим. Лицемеры, он говорит, хорошо пророчествовал о вас Исаи, говоря, приближаются ко мне люди устами своими и чтут меня языком. Сердце их, сердце. В людях, которые содержат скотобойни, проплачивая эти убийства через покупку их трупов, у этих людей нет сердца, они могут сколько угодно устами своими языком чтить Бога. Сердце их не свято, грешно, оно не принадлежит Богу. Оно не рядом с ними. Сердце, тут вся душа подразумевается. Этот человек точно так же далек от Бога, как земля от неба. Но тщетно, Иисус говорит, чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Обращу внимание, что Иисусу задают вопрос о том, как есть. Иисус берет пример, Он берет правильный образ, правильную мысль, правильное учение. Но заметьте, Он отвечает не на конкретно поставленный вопрос, а дал им пример. Не о еде вообще речь шла, а о почитании отца и матери. А не преданием? А какое предание? Они сказали, пожалуйста, ты хочешь что-то в храм нам принести? Неси. А то, что у человека мама, папа, вы же поймите опять, раз Иисус так сделал, Иисус дал нам власть, все это, Он сказал, после меня и больше всего сотворите. И здесь также расширить. И то, что Иисус этого не сказал, мы видим, как Он на этот вопрос ответил. Понятно, что сюда складывается все. Это есть безумные родители, которых такие православные старцы, в монастыри отправляют, хотя у них дети. Я иду служить Богу, я стану монашкой или монахинью, и дети ее какой-нибудь долбанутый старец посылают в монастырь, чтобы она служила Богу, отреклась от мира, да, бросила детей, мужа, жену, сколько таких искалеченных судеб не мне православным рассказывать. И католиков там такая же беда. Пример точно такой же. Иисус и говорит, а они что придумали, если ты Богу несешь? Ну, несешь ты, правда, нам, его представителям на земле, наместникам, да, то ты свободен от заповеди Бога, какой? Любить ближнего. Не важно же, кто это. Иисус привел им одну заповедь о любви к родителям, как я вам уже примел, это вообще-то муж и жена, это дети, это, возможно, даже твои друзья, если сейчас нуждающиеся, папы без тебя справятся, пусть идут, работают. Речь о чем? У тебя проблемы, ты сначала реши свои проблемы. Вот о чем вам говорит Иисус. Заметьте, с едой, хотя здесь тоже, можно сказать, подразумевается еда родителей, кто в курсе, кстати, за эту десятину, вечно там тоже, это вообще-то были продукты, да, здесь, по сути, Иисус даже чуть ли не об этом, возможно, говорит, хотя мы уже, как бы, пытаемся вложить в то, что думал Иисус, да, ну, смысл не важный, в деньгах ты несешь, в продуктах, да, твои родители голодают, а не заповедь Божью, а любви, подменили чем? Заповедью культа и лживой заповедью служения любви к Богу, потому что тот, кто любит Бога, Иисус сказал, любит ближнего, и любящий ближнего, не важно, это человек, животное, природа, любит Бога через это, потому что невидимого Бога любить никак невозможно, кроме как любить его видимое проявление, а он в этом мире проявляет через природу всю живую, неживую, животных, низших, высших и самого человека, любящий все это, любит создателя всего этого, не любящий все это, невозможно любить и убивать животное, это чушь собачья, это вы только на языках, на языке тогда и устами, как Иисус здесь говорит, я люблю Бога, я люблю людей, и хоп, и горлышко, и на вертель, и призвав народ, весь народ, он им говорит, слушайте и разумейте, не то, что входит в уста, а заметьте, по синодальному переводу входил именно хлеб, это очень важно, если по синодальному, да, ну заметьте, я специально не лукавлю никогда, зачем я буду обманывать всех, если я сам знаю, что есть другие переводы, и там спокойненько переводят еда, ведь веганов нету никаких псевдо-христиан, ни православных, ни протестантов, ни католиков, но то, что выходит из уст, оскверняет человека, а заметьте, что тут выходило из уст их, Иисус же им пример привел о почитании отца и матери, а в чем выражалось это почитание, в заботе, не словесной, а вы говорите, я сказал почитай, в почитание, естественно, вкладывалась забота, то есть забота, это одно из дел любви, любовь, это сущность, это природа, это бытие, она проявляется в чем-то, и вот почитание, то есть забота, выражалась эта любовь вот в этой заботе о родителях, а они говорят, я в дар Богу, то есть что-то несу, естественно, не слова, здесь речь, как вы заметили, о чем-то материальном, неважно, были это какие-то продукты, а родителям есть нечего, в современном мире все больше переводят на деньги, и вы туда деньги отнесли, а у тебя родители подыхают, им не за что платить там коммуналку, еду, да, себя обеспечивать, а я сказал, вот, в дар Богу, я это, вон, в капище, в церковь, так называемую, понес, то чем бы ты от меня пользовался, речь идет не о словах, о каких-то материальных вещах, и заметьте, что Иисус говорит, если не вдумываться в слова Иисуса, это какая-то несуразица, его спрашивают о том, как есть, он им отвечает вообще о заповеди заботы, о любви к ближнему, проявляемой в заботе и в попечении, материальном попечении об этом человеке, и тут же говорит итог, что он в том, что не то, что входит в уста человека, скверняет, а то, что выходит из уста, скверняет человека. Что же Иисус хотел подчеркнуть этой мысли? Во-первых, мы видим, кому он отвечает. народу, а среди народу стоит опять эта же кучка этих фарисеев и книжников и всего народа, которому, в принципе, и было все это, они же слышали, когда он отвечал фарисеям, и наоборот, фарисеи, стоя среди этого самого народа, слышали то же самое, что Иисус им говорил. Кому это применяется? Это применяется сразу к обеим группам, так скажем, хотя это, в общем, и названо народом. То есть, первое, к учителям, к слепым вождям слепых и к самим этим слепцам, которые идут за этими слепыми вождями. Первое, вот эта вот ложь и вот эта вот подмена заповедей божьих, это исходит из уст вот этих, как я их называю, ангелами тьмы, вестниками сатаны, которые проповедуют эту смерть, убийство беззащитных животных. Вот это их оскверняет. Это их оскверняет. Они проповедуют тьму. И второе, Иисус им опять говорит, потому что, как это тогда к почитанию отца и матери? А то, что выходит из уст человека, оскверняет человека. А о чем здесь Иисус говорит? Второе, конечно же, Он исхождением из уст называет дела человека, потому что, то, что у тебя в голове, то у тебя на языке и на твоих руках. Вы скажете, я толкую, так сейчас мы ниже будем читать, потому что именно Иисус говорит, как Он говорит, притчами, зачастую, внешним, а своим все разъясняет, мы увидим, то, что я Вам сказал, просто сказал, то, что будет сказано Иисусом ниже. Вот и все. И что Он под исхождением из этих уст подразумевает вообще всю деятельность человека. И мы с Вами это убедимся, и ни в коем случае прерывать этот эпизод мы не имеем права, потому что он еще не закончился. И когда я в очередной раз подчеркиваю, обращая Ваше внимание на десятый стих, не то, что входит в уста, скверняет человека, то есть я могу убивать и пожирать все Божье творение, а то, что выходит из уста, скверняет человека, то, как мы видим, речь идет о деятельности человека. Это понятно и по той речи, которую только что мы с Вами прочитали, да, вот это вот на экране у Вас, о том, что оказывается это исхождение из уст народу, он обращается, подразумевает именно деятельность человека, заботу о своих родителях, я говорю, сюда вложите естественно все, о своей семье, о своих близких, о знакомых, о грубо говоря, как Иисус говорил, о ближнем, а ближний, как выяснилось, оказался любой, нуждающийся на пути твоей жизни, вы все прекрасно помните притчу Иисуса в ответ на этот прямой вопрос, а кто мой ближний? Я тут себе так комментарий написал, здесь Иисус имеет в виду то же самое, что позже, то есть ниже, ну ниже по тексту, мы с Вами читаем, разъяснит непонимающим Его ученикам. Я специально две разные иллюстрации добавил, как Вы видите, это прощальный ужин Иисуса, я обычно ее добавляю, если любите меня, соблюдите мои заповеди, заповедь новую, даю Вам долюбить друг друга, как я возлюбил Вас. Как мы видим, эпизод продолжается. Тогда ученики Его, приступив, сказали Ему, знаешь ли, что фарисеи, услышав слово, это соблазнились, мне когда тоже начали тыкать, что вот, ну ты понимаешь, люди соблазняются, да, я говорю, слушайте, я по примеру Иисуса говорю, да мне до лампочки, кто хочет оставаться в грехе, я что могу сделать, проповедуя Ему истину и говоря Ему истину в лицо, я что должен, чтобы Он не соблазнялся, а от чего Он соблазнился, от добра, Он в нем и не пребывал, Он как оставался в грехе возле, так и остается. Вы помните, в Евангелии от Анны Иисус так и сказал Петру, а ты не хотите ли, ну что, а ты, а вы, пожалуйста, вольному воле. Он же сказал в ответ, всякая подобная фраза, Иисус побежал за всеми, мне говорят, вот ты там, да, все отходят, Иисус за кем-то побежал, что в Евангелии от Анны, там правда эпизод чуть-чуть другой, но тоже похожий, вы помните, он говорил о хлебе небесном, что Он есть хлеб, сшедший с небес, здесь тоже, как мы видим, связано с едой, с пищей, что Иисус сказал в ответ, ну тут непонятно уже, Петр, не Петр, написаны все ученики, всякое растение, которое не Отец мой небесный насадил, искоренится, оставьте их, оставьте их, вдумайтесь в каждое слово Иисуса, мы должны учиться, пусть это Евангелие дошло с извращениями, с искажениями, но Духом Святым, Духом Любви, вам всегда будет открыта вся истина, что доброе, что плохое, и что доброе, вы все принимайте, даже из тех бумажек, которые мы читаем, все, что злое, выкиньте это на помойку, и забудьте об этом, Иисус говорит, оставьте их, и все правильно говорит, и мы более того, все извращения в Евангелии, их можно увидеть, не со стыковки с другими местами, а есть где согласие, вот подобную мысль Иисус выражал постоянно, вы помните, вы помните, когда он учил своих учеников, что если вы входите в дом, с желанием принести людям любовь, благо, добро, проповедуйте им, если примут они вас, хорошо, приобрели вы человека для Бога, если нет, отрясите прах, и идите дальше, Иоанн, да, когда ему Петр подходит и говорит, что все соблазняются, даже ученики разбегаются от тебя, он сказал, пожалуйста, а вы не хотите, вольно-увольно, я никого не держу, насильно мил не будешь, и безбольно битый, в Царстве Небесный Иисус, никого не загонял, подобная фраза опять нам встречается, оставьте их, они слепые, вожди слепых, а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму, ну как ты побежишь за слепцом, куда, он слепой, еще и других водит, что ты с ним сделаешь, он говорит им правду, он пытается открыть им глаза, а они зажмуривают их, что ты сделаешь с этими людьми, ты что, будешь говорить теперь неправду, лишь бы станешь сам слепым, чтобы они взяли за тебя за ручку, и вы втроем уже в яму пошли, нет, Иисус говорит, оставьте их, ну как мы видим, все-таки Петр там часто занимал лидирующую позицию, высказывал мнение всех учеников, да, как говорится, говорю от народа, голос церкви, Петр говорит ему, изъясни нам притчу, то есть он не понимает, как и все, он говорит нам, он отвечает за всех, за всех учеников, изъясни нам притчу сию, Иисус сказал им, неужели вы еще не разумеете, или не понимаете, все, я обращу внимание на синодальный перевод, что все-то, ели они хлеб, и на что отвечает Иисус, все входящее в уста, заметьте, в чем вопрос-то был в самом начале, как входит, а не что входит, вообще, когда Иисус обращает внимание на слово все, вопрос стоял, еще раз мы возвращаемся, я вот не знаю, как вам на одном экране все это показать, я люблю, чтобы вы как с высоты птичьего полета, с полета орла, все это вы видели, ну вот так вот, да, будет видно, просто картинки верхней не будет видно, еще раз вопрос, зачем ученики твои приступают к преданию старца, то есть вопрос Иисус начинает, еще раз, он раз сказал, они не понимают, он второй раз отвечает, но на один и тот же вопрос, еще раз сюда его добавляют, в чем преступление, приступают это преступление, в чем грех был, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб, или хотите, когда едят еду, что отвечает Иисус, а тут не видно, это вот ниже ответ, неужели вы еще не разумеете, еще не понимаете, все входящее в уста, проходит в чрево, и извергается вон, а исходящее из уст, из сердца исходит, то есть, это вот теперь то, что мы читаем, о том, чем я вам говорил, потому что, если бы не было этого второго эпизода, да, опять бы началось, вот, это же Иисус про уста, говорит, что нет, Иисус говорит, все же исходящее из уст, ну, тут стоит неважно, все надальные какие-то там дефисы стоят, равно из сердца исходит, то есть, Иисус говорит, что из уст исходит то, что из сердца, а уста, это лишь, что такое дело человека, он может в жизни проявить двумя вещами, слово, это тоже дело, я говорю, слово, можно убийца творить заговор, позвонить, нанять убийцу, да, ты говоришь, это дело, ну, можно сделать самому убить, можно кого-то попросить, купить убийство, да, не важно, человека, животного, это оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы, заметьте, и то нам все это синодально перевел, вот так, или не важно, но в русский, может Иисус вообще, из злые дела, может быть, Иисус сказал, перевели как помыслы, всякое может быть, но заметьте, я всем говорю, когда Иисус говорит, что уже, он эту цепочку глубже как будто проносит, то, что из уст исходит, это вообще-то из сердца, а из сердца исходят мысли, казалось бы, он наоборот, вглубь лезет, но при этом начинает какие перечислять вещи-то, которые исходят из сердца через уста, он начинает перечислять дела, убийства, это разве что такое, это как можно словом убить, ну как говорят, да, понятно, можно довести человека, да, даже до самоубийства, да, можно, я согласен, но Иисус перечисляет обычные грехи человека, страшные грехи человека, убийства, прелюбодеяния, то есть измену, то есть он перечисляет дела, перед этим он же пример один дал, заботы о ближнем, о родителях, в частности он привел пример, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, вот лжесвидетельства, я еще понимаю, это дело уст, скажите мне, кражи это дело каких уст, прелюбодеяния, физическая, плотская измена, то есть мы видим, что Иисус там, сказав всему народу о том, что не то, что в тебя входит, поев неумыт, неумытыми руками, сейчас мы добавим фразу Иисуса, а то, что исходит, он говорит вообще, что от человека вообще исходит, любые дела, неважно, слова это лжесвидетельства, это, конечно же, дело уст, дело языка, да, но прелюбодеяние, измена мужа-жены, мужа-жене, жены-мужу, убийство, это разве, ну я говорю, можно, конечно, довести человека словом до самоубийства, такое возможно, да, сгнобить человека, но мы понимаем, что Иисус даже здесь не об этом, говорит о простом прямом убийстве, делами рук, прелюбодеяние, разве Иисус говорит о каком-то словесном, о флирте, как это говорят, да, на работе там с кем-то подфлиртовый, нет, он говорит об сам настоящей измене, плотской измене мужчины и женщины, кража, какая кража, даже интеллектуальную собственность, когда воруют там, чью-то книгу, ты своровал что-то материальное, ты текст взял, переделал, под своей обложкой сдал, заработал миллионы, речь идет о краже, а самое настоящее, не о словесной, понятно, можно интеллектуальную собственность своровать просто, подслушать эту фразу и произнести, но мы видим, что если так глубоко не вдаваться, что Иисус это не теле, это не разжевывает, понятно, все можно, я говорю, убийство убить руками, довести до убийства, можно прелюбодействовать телом, но в принципе, какая разница, если ты уже со своей жене, или своего мужа изменяешь тем, что ты уже на работе флюртуешь, дойдет ты до физической измены, о том, что ты украл сегодня чью-то мысль, информацию, да, чей-то интеллектуальный труд, завтра ты заберешь его и деньги, какая разница, а может и его и жизнь, да, но это уже убийство будет, лжесвидетельство, хуление, ну тут уже как бы явные такие грехи уст, да, это скверняет человека, но как мы видим, я говорю, Иисус перечислил не только грехи уст, потому что это я уже так развиваю, да, что действительно можно довести человека словами до убийства, да, да, что уже сам флирт, само заигрывание, да, с кем-то, это уже в принципе прелюбодеяние, потому что ты уже, как Иисус говорил, уже в сердце своем, ты уже положил, ты уже готов, ты уже согрешил, в принципе, прелюбодеяние, потому что уже на это идешь, кража та же самая, если ты крадешь, какая разница, ты просто в такой сфере человек находишь, ты может быть там писатель, как сейчас можно сказать, даже блогер, ученый, и ты у кого своровал, так скажем, невещественный труд, да, его мысли, его вот эти, то, что он дошел до этого, да, ну какая разница, ты обычный вор, неважно руками ты воруешь, или вот этот интеллектуальный, говорит, труд, как музыки, вы знаете, песни там, так далее, мелодии, да, казалось бы, их пощупать нельзя, но люди их тоже воруют, так скажем, да, вот, то есть мы видим, что Иисус перечисляет реальные дела, и это оскверняет человека, а есть неумытыми руками не оскверняет человека, и теперь, все, вот эпизод по-настоящему закончился, дальше кто знает, случай с сыном, некого, весноватым сыном, некоего отца, я вам специально, а, нет, это же у меня уже, там что-то другое, это же не прямо из Евангелия от Матфея, я специально все эти эпизоды себе добавляю на страничку постхристианства, в христианстве с той целью, чтобы, как вы видите, я тут комментарии пишу, и чтобы это в общих библейских текстах не было, я решил таким образом действовать, вот, но там переходит речь к новым эпизодам, вот все, что мы с вами прочитали, еще раз теперь внимательно, обратите внимание, мы с вами читаем, два предложения, второй стих и последний стих этого эпизода, двадцатый стих, второй, двадцатый, еще раз читаем вопросы, зачем ученики твои приступают к преданию старцев, ибо не умытыми руками своими, ибо не умывают рук своих, когда едят, едят, хотите, можно даже хлеб не добавлять, когда едят, что отвечает Иисус, есть, не умытыми руками не оскверняет человека, вот законченный эпизод, вот вам вопрос, и вот вам ответ, то есть в принципе вообще, это я прежде всего говорю, чтобы не лукави, я терпеть не могу, когда лукавят, когда извращают специально, прежде всего надо понимать, что сам этот эпизод был посвящен тому, что бреданиями человеческими заменили заповедь Божью, о заповедях Божьих, о настоящих не говорят, и не проповедуют, и их также заменяют, а вот это заповедие, это Иисус сказал сразу о чем-то страшном, да, а вот это Он сказал, это вообще пустота, давайте я пойду по своему списочку, чтобы ничего не забыть, я же не зря все это, раз уж тут пишу, вот хоть писать у меня таланта нет, терпеть не могу, а вот надо учиться, поэтому я пишу все, и заметьте, если по синодальному переводу, то здесь вообще речь ни о каком мясе не идет, они ели хлеб, и мне хочется сказать тем, что кто действительно исповедует синодальный перевод, но при этом пытается эти стихи подать, как будто Иисус разрешает все, то они ели хлеб, это очень важно понять, тогда именно, мы как еще раз тогда можем прочитать, и во все эти слова, которые Иисус говорил, ведь речь шла о хлебе, они не ели мясо, то значит все это хлеб, входящий в уста, и причем хоть Иисус нигде не говорил, теперь вы, когда я вам показал общую мысль, то во все его эти две фразы, что он сказал народу, одно и то же, не то, что входит в уста, скверняет, но то, что выходит из уста, скверняет, и еще раз, не понимаете, что все входящее в уста приходит в чрево, извергается, добавьте теперь эту общую концентрационную мысль, которую и несет весь этот эпизод, давайте еще раз прочитаем эти же речи Иисуса, только добавив в них тот смысл всего эпизода, не то, что входит в уста посредством немытых рук, оскверняет человека, но что выходит из уст, оскверняет человека, то есть вот это неумытыми руками надо же везде добавить, ведь в этом и была суть вопроса, и суть претензии, и как они называли обвинение в преступлении, в грехе против Бога, что они неумытыми руками ели, и то же самое мы читаем речь, обращенную к ученикам, когда они его уже спрашивали, то есть все входящее в уста, даже посредством неумытых рук, приходит в чрево, здесь смысл даже Иисус, Иисус вообще не пытается здесь, я говорю, почему я сам не лукавля говорю, что здесь вообще речь не идет о том, что есть, и кто концентрирует все свои мысли на слове «все», входящее в уста, проходит в чрево, извергается вон, поэтому то, что я перед этим, пожрав мясо, убил животное, это мой грех смыло, нет, Иисус здесь, я говорю, либо нам так перевели, либо то, что Иисус, как и мы все, если мы вот такое предложение не раздуваем, именно поэтому у меня ролики все часовые, двухчасовые, потому что я пытаюсь одно и то же жевать, вопрос был в чем, оскверняется или не оскверняется человек, не поедая даже мясо, убив животное, что убив, поев мясо убитого животного, так как это вошло в чрево и вышло, меня это убийство не оскверняет, разве здесь эпизод об этом? Нет. Я хочу обличить и все это наружу, показать, что те, кто цитирует эти слова, трупояды, как аргумент в свою копилочку, что они типа правы и оправдывают свой грех, убийство Божьего творения, он не работает, здесь не идет вообще концентрации мысли на слово «все». Все, входящее в уста посредством немытых рук, проходит в чрево. Помыл ты руки, когда ты это в рот положил, умытыми ты руками это сделал, неумытыми Иисус отвечает ученикам, все это все равно в чрево проходит, извергается вон, он просто описывает процесс всем нам известный, поел, сходил в туалет, а вот поэтому неумытыми руками все, что попадает, вот я говорю вам, вы же поймите, это кто-то когда-то что-то написал, кто-то как-то нам перевел, но когда мы читаем весь эпизод и вдумываемся в него, ведь это последняя речь Иисуса, еще раз он отвечает своим ученикам, а вопрос был не о том, что есть, а как есть, это же написали, даже если предположить, что это написал реальный свидетель, Матфей, и возможно этот Матфей был учеником Иисуса, но написал, он так понимает, что все понимают смысл, он-то может быть понимал, вы же поймите, мы когда на своем опыте наверняка на примере, на практике, знаете, мы зачастую говорим, проглатывая многие слова, многие мысли, понимая, что нас понимают, слушающие, о чем речь, знают общую мысль, и то, что он в каждом предложении не добавлял, не то, что хлеб входит, я сейчас сначала речь к народу цитирую опять, не то, как по идее надо было написать, не то, что хлеб вошел в уста, входит в уста человеков неумытыми, поедая его и беря его и кладя в рот неумытыми руками оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека, и плюс он, как мы видим, народу не стал больше это разжевывать, достаточно было того примера, который он привел, привел с заботой о родителях, и не заботой, когда, видишь ли, им старцы разрешили все, что ты несешь в капище, тогда ты можешь забыть о грехе, не заботы о родителях, да, то добавляем еще раз все то же самое в речь Иисуса, которую он сказал своим ученикам, еще ли не понимаете, что хлеб, речь шла о хлебе, ну или пусть еда, ладно, тогда все здесь можно, потому что по новому русскому переводу мы видим, что они перевели как хлеб, как еда, как пища, что пища, входящая в уста, которую вы взяли, не помыв руки, проходит в чрево, умытыми, неумытыми, может даже лучше выйдет после неумытых рук, извергается вон, выходит, да, и после неумытых рук может еще лучше выйдет, а исходящее из уст, то есть творение зла, убийства, почему вы тут, когда Иисус убийствовал, вы никак не можете вложить сюда, что с каких пор убийства живого существа стало добродетелью, всем задаю вопрос, я вам отвечу, с каких времен, со времен первого человека, который появился, когда Бог творил вселенную и первую заповедь давал всему своему творению, человек был одним из которых, и причем высшим созданием, он дал одну заповедь, не убивать, не творить зла и творить всякое благо, я общими фразами говорю, но вы все это помните, да, возделывай и храни, и не прикасайся к древу познания добра и зла, то есть уклоняйся от зла и делай благо, и вся пища, которая была позволена всем живым существам, это было все, что растет на земле, падает с деревьев, и вся зелень травная, вот все, что было позволено, все грехи, и все эти, так скажем, заповеди Божьи, в угоду грехам человеческим, почему-то началось с сотворения человека, с грехопадения человека, когда Адам с Евой согрешили, убив животное, они тыкнули Богу, что это же ты все, так все придумал, и понеслось, поехало, заканчивай, это чем, даже все равно, саму свою речь, а есть, пусть даже хлеб сюда не добавляете, то есть есть, или есть пищу, добавьте, или вообще, тут никакого слова, это уже я в этих текстах своих, на этой странице, себе как подсказки, просто добавляю, а есть хлеб, но если хотите пищу, ну или просто, и так слово понятно, есть, а есть неумытыми руками, не оскверняет человека, мы видим вопрос, мы видим ответ Иисуса, и как я говорил, теперь не лукавя, даже что, не то что сейчас не лукавя, а как я говорил, что даже, да, как бы я не хотел это подвести под аргумент для веганства, вообще этот, и внутри любой речи, может быть, конечно, и еще другие мысли, и казалось бы, здесь может, трупояд может опять взять, ну вот же, Иисус как раз, воспользовавшись просто вопросом на то, как есть, ответил и что есть, да, я сразу хочу и этот аргумент разоблачить, и вот показать, что это абсолютно не так, Иисус говорит о том, что убийство это зло, давайте еще я зачитаю то, что я пометил себе, то есть все, ну об этом я уже сказал, все входящее в уста с помощью неумытых рук, не оскверняет человека, а убийство, и уж сюда вложите как раз чистыми сердцами, все, эксплуатация и человека, и животных, и природы, оскверняет человека, то есть зло исходящее, а с каких пор убийство стало добром, ну сейчас я к этому вернусь, основная мысль этого эпизода в том, что не соблюдение религиозно-обрядовых фантазий и бреданий человеческих является настоящим грехом, а не любовь к Божьему творению, как он и привел пример, что человек перестал даже заботиться о своих матери и отце, вот что Иисус, это первая мысль вообще, первая мысль о том, что бреданиями заменяют заповеди Бога, которые есть в любви к Его творению, а бредания говорят о каком-то бреде, причем зачастую эти заповеди, это заповеди, чтобы вы просто потворствовали и исполняли похоти грешников, потому что те, кому все это несли, это были алчные, ненасытные люди до всего, до денег, до жратвы, до власти и так далее. Они заповеди Божьи подменили грехами человеческими, бреданиями человеческими, которые только развивали и питали грехи человеческие. И хотя в этом эпизоде нет концентрации учения о том, что можно есть, о том, что можно есть, трупояды вырывают отсюда из контекста именно эти стихи, угодные им, и вкладывают в них адский смысл в угоду своему чреву и своему отцу, имя которому сатана. Православные католики-протестанты, ярые последователи иудаизма, это же живой пример, это все и есть иудаизм, то, что мы с вами читаем, с чем Иисус боролся, с чем сейчас приходится бороться ученикам Христовым, ярые последователи иудаизма своими лживыми учениями, убей животное в дар Богу, пошедшее от Ной, Моисея и так далее, кого хочешь ешь, только человека не ешь, напрягая его пробу действий на святости и любви, разоблачаются Христом в этом же эпизоде о том, что Он своими бреданиями, что они своими бреданиями подменили заповеди Божьи, одна из которых была озвучена Богом в первой главе книги Бытие о том, что человек должен любить все Божье творение, заботиться о нем и не причинить никому зла. Ну, а об этом я уже сказал, теперь еще раз показываю на примере. И вот теперь я как бы ту мысль хочу закончить, которую я вам сказал. То есть, вот эти стихи, которые они вырывают, что все, что типа входит в уста, все это выходит, и это не оскверняет человека, я хочу сказать, что они точно так же, вот как здесь хорошо есть этот первый пример, а не заповедь Божью, которая вначале была, любить все Божье творение, питаться только тем, что растет на земле, из земли падает с деревьев, хотя деревья тоже из земли растет, и все, что растет из земли, на земле, дерево тоже на земле растет, да, всю зелень травную, все это дал Бог в пищу, потому что убийство Бог не давал и не разрешал. И точно так же, как Ной подменил заповедь Божью заповедями человеческими, говоря, что да, ладно, все, можете убивать, потому что сам был убийцей, и трупоядом, все можете убивать, только типа друг друга не убивайте, потому что кому он давал эту заповедь? Ну, ему кто, детишки его дорогие, хотя Ной, хотя он того же самого хама проклял через пару деньков. Моисей, который вдруг решил животных на чистых и не чистых поделить. И сейчас все те, кто проповедует вот это убийство, они подменили заповедь Божью бреданиями человеческими. Прямо вот на этом примере очень хорошо это видно. Начиная с Адама, с Евы, которые убили животное, якобы, и как свой грех оправдать? В дар Богу. Жертвоприношение. Вы же в курсе, как? Они же не просто так убивали. Они как бы приносили жертву Богу и пожирали трупы этого животного. Обратите внимание, как началось поедание мяса. Животное приносилось в жертву Богу, вы сказали в дар Богу. Вы заметите, как все совпадает идеально. Вы подменили заповедь Божью, где Бог в первой главе не позволял этого делать. То, что сделали Адам с Евой, это страшный грех, за что и были наказаны, воспитываемые от Бога. Земля на них стала гневаться за все это, потому что они пролили кровь невинного существа. Естественно, они прикрылись с чем, ты виноват, ты плохой, а мы хорошие. И потом пошел этот грех во все. Куда все жертвоприношения? В дар Богу. Начиная от Адама и так дальше и до сего дня прикрываются тем, что вот ты в дар Богу принеси жертву и сажи это мясо. Как у всех день благодарения, да, есть там у католиков и у православных. Они молятся и у протестантов перед приемом пищи. Слава тебе Богу, у них на столе куча трупов, убитых животных, море крови, вот так голова по макушку в крови. Слава тебе Боже, какой у нас стол. Бар, благодарение Богу они приносят. За что вы приносите? Вы на свои дела посмотрите, что у вас в сердце. Вы устами чтите. Слава тебе Боже, благодарю тебе Боже, за такую трапезу она вся в трупах, залит весь стол, залит кровью скотобоем. Слава тебе Боже, слава тебе Боже. Они подменили заповеди Божьи, Божьи заповеди любви ко всему его творению, бреданиями человеком. Все, ответ в одном этом эпизоде разоблачение вот этого, что они манипулируют, употребляют эти стихи. По этому эпизоду видно, как это происходит. Как происходит эта подмена на вырывании этого стиха из всеобщего контекста эпизода. Именно это и произошло. Именно это. на этом у меня все в принципе. Все эти видео я собираю на своем канале, на котором вы смотрите сейчас это видео. Христолюб, проповеди или голос выпивающего в пустыне под названием Постоянство в любви. Найдите его на канале. И еще там есть плейлист веган, вегетарианство, веганство, где я собираю все ролики разных иных авторов, людей, которые что-то выпускают по этой теме. Эти два плейлиста они у вас я постараюсь добавить их вот сюда в заметки в последнее закрывающееся окно. Если не найдете пишите в комментарии я обязательно дам прямые ссылки. Но на канале через поисковую систему по каналу всегда можно найти все видео и все плейлисты. Называется Постоянство в любви. Этот ролик естественно туда в копилочку добавляю. Надеюсь я вам сегодня убедительно показал что к сожалению люди проповедующие смерть, убийство, насилие, слезы, страдания они не правы. Они заблуждаются и словами Иисуса я закончу свое видео что тщетно они чтут Бога своими лживыми кровавыми устами. Это не приносит соблюдая учения и заповеди человеческие. они ничего не припредут а как говорил Иисус обманутся и потеряют даже то что они думают что имеют. хороц хороц Субтитры создавал DimaTorzok